С этой украинской парой из Ирпения мы впервые встретились еще в 2019 году во время президентских выборов в Украине. Целую вечность назад по нынешним временам. Тогда Анастасия и Роман Акуленко вряд ли могли представить, что спустя три с половиной года им придется прятаться с двумя дочерями в бомбоубежище, а затем и вовсе бежать из страны. Анастасия с детьми уехала в Польшу. Лишь в конце лета семья вновь воссоединилась в Украине. Обугленные стены их дома напоминают супругам о самых тяжелых днях в их жизни. Было очень страшно. Муж был на балконе, когда военные самолеты пролетели над его головой. Он подумал, что ракеты запустили по нам и закричал «На пол!». Мы так и сделали, а потом закрылись в ванной. Там мы переоделись и спустились в подвал. С тех пор дети отказывались выходить наружу. Мы провели всю ночь в подвале, немного поспали и утром, после того, как комендантский час закончился, мы отправились в путь. Все, кроме трех человек, были эвакуированы из дома несколько недель спустя. Затем Акуленку увидели видеозапись, на которой разрушены. После попадания ракеты две квартиры под ними. Семья боялась самого худшего. Но оказалось, что их жилье еще можно отремонтировать. Температура была такая, что у нас на пятом этаже, что здесь, на пятом этаже, у нас расплавились металлические полки для книг. Телевизор на стене, компьютерный монитор. У нас уже есть планы, что мы сделаем по-другому. Мы будем исправлять наши прошлые ошибки, например, неудобное расположение розеток. Самое главное, чтобы война закончилась. И тогда все станет лучше. Но ремонт не начнется до следующего года. И не только из-за финансовых трудностей. Сначала власти решили снести здание. Теперь вместо этого планируется капитальный ремонт разрушенной части дома под их квартирой. Но пока без определенного срока. Крыша дома также серьезно повреждена. Но ее немного залатали и утеплили в преддверии холодов. Прошлая зима навсегда изменила жизнь этой семьи. Скоро наступит другая. Акуленко надеется, что она принесет Украине победу. А вместе с ней безопасность и шанс перевернуть страницу.